Субтитры делал DimaTorzok Не выкинул ни одной Видишь, и братика письма, и мамину письма, и папину письма Вот мое письмо Это моя няня обвела мою ручку и папочке послала Она его папой тоже называла Ждем, ждем папу домой Вот семейные фотографии Меня еще на свете не было в это время Разница у них такая была в возрасте 1893, а мама 1902 То есть папа был постарше мамы У нас еще были, я помню, фотографии Очень страшные Папа когда в ГУЛАГе был Но это смотреть невозможно было даже И мама их уничтожила Я их видела, мама их всегда прятала Она их прятала У нас коробка была большая такая красивая И она все время вот эти страшные фотографии Лицом вниз клала и на самое дно Потому что это Это лица уже Как бы даже и уже Полумертвых людей Неживых Вот посмотрите внимательно на его лицо Ну что, счастливый человек это Он же напряженный весь А если не про фотографию Каким вообще вы папу помните? Какой он был? На пять с плюсом Лучше у папы не было Лучших не бывает, чем мой папа Вот так Давайте мы тогда вот как раз и начнем Разговор о папе с самого-самого его детства Знаю, он мне много рассказывал Много рассказывал про свое детство Он родился в 1893 году Все задолго до революции И у них началась в деревне эпидемия туберкулеза Но это же страшная болезнь Тогда антибиотиков-то еще не было В помине Их придумали только перед самой войной Эти антибиотики И он был самый младший И вот Сколько ему лет-то было? Лет 13 Когда вот вся семья начала вымирать Умерли родители Умерли все старшие сестры И братья его Все умерли И вот тогда Вот тогда Он решил, что он будет врачом И не просто врачом А инфекционистам Чтобы лечить вот такие заразные болезни Чтобы люди не умирали Вот так И он что сделал? В 13 лет Не говоря никому ничего Попросил кого-то Извозчика Посадить его на телегу Чтобы доехать до Саратова Он доехал до Саратова Он пошел на главную улицу Там улица У них главная улица Называлась Немецкая Потому что там жили сплошные немцы И сплошные аптекари были Сплошь И он себе задачу поставил Обойти все аптеки Вот начал сначала улицы В одну зайдет Во вторую В третью И все-таки Он настырный был Цель себе поставил Что он должен работать В аптеке И узнавать Какие лекарства есть Ну вот Зашел в одну аптеку И ему повезло Повезло Потому что У них Были такие же Свои дети Такого же возраста Точно Ну вот Хорошие люди оказались Они говорят Ну ладно Давай Оставайся у нас Будем тебя обучать Будешь в гимназию ходить Учиться Тебе надо же учиться Еще гимназию кончать И он брал У учителей Задание Что нужно вот сделать Какую домашнюю работу И вот так вот Заочно учился Ну как заочник был Он же не мог сидеть Целый день там Ему надо работать было Он перетирал порошки В тигельке Потом делал растворы И в его обязанности Сходило Вот Готовое лекарство Разносить по домам Короче говоря Он кончил гимназию На одни пятерки На одни пятерки Вот так И куда он потом После гимназии поступает Ну у него уже давно Был решенный вопрос Мединститут конечно Мединститут Он стал рентгенологом еще Он прекрасно был рентгенологом Он купил даже Свой рентгеновский кабинет Частный Ну вот И потом он Раньше в газетах Публиковали Вот где есть места Вакантные В каких институтах И на какую должность И увидел объявление Что Казанский медицинский институт Объявляет Вот Конкурс на вакантное место Вот такое-то Такое-то И все Решили ехать в Казань Это был 39-й год Меня еще на свете не было 39-й год Его взяли на должность В ГИДОВ На кафедру терапии Доцентом 39-й год Уже кого-то арестовали Или кого-то уволили По непонятным причинам Что-то похожее Уже в атмосфере Он чувствует? Жуткое время было Жуткое Мама все говорила Ты знаешь У нас Стояли Стоял чемодан Всегда Около порога Если вдруг Ночью приедет Вот эта вот М-ка То что все Сразу взять Ну вот Смотрели в окно И если эта М-ка Едет дальше Они спокойно Ложились спать Мимо Проехала Слава Богу Но это был звоночек уже Что надо Вот Чуковский Он ведь Прямо В корень зрел Че он пишет Как талантливо Только и слышно Как зубы стучат Только и видно Как уши дрожат Он же там так Это здорово Описывает Вот это все Как вся страна дрожала В конце концов Его забрали И не только его А еще Пять профессоров Из Гедува И все сослали В одно место В Буинск Есть у нас Такой маленький городок Буинск Забытый всеми Но он немец А там еще были Евреи Евреев тоже забирали Но они туда поехали И Где там жить Его поселили На квартиру Там пожилая женщина Была татарка Она к ним Очень хорошо отнеслась Ну Там ему спальное место Где-то выделила Кормила его У нее сад был Куры там Ну полное хозяйство Деревенское Ну в общем Они там работали Врачами По своей специальности А поскольку В Буинске Никогда не было Вообще нормального Врача Вся Вся вот эта вот Местность Хлынула К ним Все Стояли в очереди Чтобы попасть К доктору А давайте тогда Про Свиярске Про ГУЛАГ поговорим Ну как В Свиярске Значит Вот он Очутился В Свиярске Ну у него Все-таки Вот Сравнительно С другими Зыками Ну чуть-чуть Получше Были условия Хотя бы У него угол Свой был Где он мог Один спать Не там Не в огромном Бараке Потому что Он был Начальником Лазарета И ему Территориально Надо было Находиться Там постоянно Ну мало ли что Может быть Плохо кому-то Станет Или какое-то ЧП Произойдет И вот ему Там дали Немаленькую Совсем Комнату И вот Зима Настала И он Обратил Внимание На одного Молодого Человека Который Вот тут У меня Висит Молодой Человек Ему Сколько-то Ну лет Девятнадцать Двадцать И морозы Страшные Были Ему Не дает Рукавицы А они Строили Железную Дорогу Они Таскали На плечах Вот эти Балки Которые Укладывали Под рельсы Она же Тяжелая Потом Это мороз Потом Нужно Лом Если ты Возьмешь Голыми руками Тут вообще Кожу Оставишь На нем Приморозит И он Его Конечно Очень Пожалел А Вохра Вохра Это вооруженная Охрана Которые Там Все время Они Почему-то Его Очень плохо К нему Начали Относиться Ну Вот Какой Интеллигент Подумаешь Вот так Их Это бесило Что он Интеллигентный Мальчик Ну Видно Было По нему И поэтому Не давали ему Рукавицы И давали ему Лом И заставляли Его Этим Этим Ломом Колоть Отхожее Место Вот Ведь Гадок Какие Да Вот Самую Неблагодарную Работу Папа Все это Видел Все это На ус Намотал Сделал Из этого Выводы Свои И Потом Он решил Про себя Что если Он будет Продолжать Вот так же Голыми руками На морозе Вот Ломом Работать Он же без рук Останется И без профессии Значит Он же пианист И композитор И пианист Он два факультета Кончал В консерватории И вот Он пошел К начальнику Лагеря И говорит Вот так Так Появился Молодой Человек Пожалуйста Определите Мы В лазарет Санитаром Ну Тот Внял Его просьбе И его Значит Определили Вот К папе Санитаром И музыку Сочинял Папа Докторскую Диссертацию Там писал В этих условиях А он музыку Сочинял Он Вот нам Ее играл Он там Много Насочинял Вот Слава Богу Эльберт Семенович Сделал Карьеру Очень хорошую А он тогда Уже женатый был Туда приезжала Вот его Жена Тет Лена С Эльзой А мы С Эльзой Были Знаешь Ровесники И вот мы Когда с ней Видимся С Эльзой Мы все время Вспоминаем Как мы там Бегали Летом Нас Привозили Свидание Свидание С папами Разрешалось И мы там Были целый день А вечером Только вот Уезжали домой И я помню Этот длинный Длинный барак Одноэтажный Длинный И несколько входов Было в этот барак И на крылечке Всегда сидели Мужчины Курили Сидели И на нас смотрели А мы вот вдоль Этого барака Туда Сюда Туда Сюда Бегаем И они на нас Такими глазами Смотрели Ой Боже С прямо Своих детей Наверное Вспоминали Глядя на нас Вы знаете У нас Дома На Комлево Образовался Штаб Жен Декабристов Они себя так называли Мы жены Декабристов Вот все приходили К нам Садились Вот за этот стол Садились И обсуждали Кто едет Вот В ближайшее воскресенье Значит Как посол От жен Кто едет В Свиярск По очереди Они ездили И Каждое Ну кто не едет Давали Для передачи Своим мужьям Ну Какую-то посылочку Что-то пожуют Они Я знаю Что у вас есть письма Которые писал Ваш брат Получается И папа писал Оттуда Из Свиярска А мы можем сейчас Взять их на столе И почитать Да конечно Здравствуй Дорогой папочка Как ты живешь? Здоров ли? Мы живем хорошо Едим неплохо Едим неплохо А как А как Кормят Кормят вас Папуся Я Может быть И к тебе Приеду Или прилечу На самолете Он Когда Уже взрослый Был Разговаривание Тема Он Все Да Он мне Все Повторял Папе Писал Что я К нему Прилечу На самолете Заберу Его Домой Мой бедный Мальчишка Учусь Я Неважно Потому что В классе Очень холодно И все Шумят Сидят Сидят В шубах И варежках Окна Выбиты Шумим И кричим За уроками Ничего Не делая Кричим Что холодно Папуля Мне Больше Всего Хочется К тебе Надеюсь Что скоро Мы с тобой Увидимся Дорогому Папочке От сына Феди Вот так А это Что-то я пишу Какие тут Стихотворения Есть Любимые Не умирают А только Рядом Быть Перестают Тут Как-то Я Не в этот раз Читала Тоже Мамино Письмо Значит Папа Присылает Ей Ну там Вот Жен Декабристов Они же Все время Курсировали Кто-то Да кто-то Приезжал Привозил Увозил Вот И папа Послал маме Кусочек К селедочке Мама Ему Пишет Ответ Дорогой Мой Селедочка Просто Божественная Ну Чтобы Его Не Расстраивать Вот А селедку Им Привозили Живот Которая Портится Начинала Которые Люди Нормально Не едят А потом Уже Мама Мне Просто Говорила Чтобы Папу Не Расстраивать Я Вот Так И Написала Чтобы Он Радовался Что Вот Он Нам Помог Покушать А На самом Деле Говорит На нее Смотреть Нельзя Было Вот Так И Посылали Последние Кусочки Чуть Не Изо Рта Унимали Да И Тот И Другой Когда Папу Свиярск Это Село Большое Свиярск И Когда Там Каким-то Образом Разузнали Что Вот Тут Есть Такой Доктор Хороший Когда Были Тяжелые Случаи Очень Они Просили У Начальника Лагеря Этого Чтобы Привезли Его На Консультацию Его Вот Так Вот Возили Но С охраной С охраной Его Охраняли А Потом Когда Уже Он Пришел Домой Я Не Могла Понять Почему Все Время К Нам Какие-то Люди Приезжают И Говорят Ой Здравствуйте Мы Из Свиярска Но При Слове При Этой Фразе Мама Тут Вообще Уже Стелилась Ковром Перед Ними И В общем Столько Мы Там Друзей Поимели Которые К нам Приезжали Которых Он Лечил И Вот Так Вот Без Конца У нас Замок Чтобы Человека Отпустить На волю Он Должен Был Написать Медицинское Заключение Что У него Все В порядке Со здоровьем Что Можно Его Выпускать И Он Написал Такие Диагнозы Что Можно Было Их Выписать Вот Он И Он Очень Многим Вот Такую Вот Хорошую Вещь Сделал Что Они Получили Свободу Но Они Об Этому Не Знали Они Не Знали Чувствовал И Думал О Системе О Власти О Докременных Личностях Ну Че Знаю Ругать Он Никогда Не Ругал Но Так Это Штрихами Показывал Свои Отношения Он Все Это Понимал Вот Когда Мы Сидели Все Вместе Всей Семьей Слушали Радио Когда Сталин Заболел Это Все Время Передавали Информацию О Как Он Там Но Как Сказать Не Был У Него На Глазах Никакой Вуали Розовой Он Понимал Что Это За Человек Лагерь Он Устраивал Все Его Инициатива Была Ой Вот Этот Начальник Лагеря Где В Суярске Папа Был К Нему Вот Этот Митюшкин Его Фамилия Была Он Очень Хорошо К Нему Относился И Жена Его Тоже Хорошо Относилась И Проходит Много Много Лет И Вдруг Его Жена Звонит Моей Маме И Говорит Вот Мне Как Ветерану Войны Дают Каждый Год Бесплатный Проезд На Пароходе Ну Каюта Двухместная Мне Нужно Кого То Вот Собой Взять Вот Я Хочу Вашу Дочку Взять Разрешите Вы Мне Ее Взять Собой Ну Мама Говорит Поговорите С ней Это Я Взрослая Была Вот Так Мы С Ней Поехали Какие У вас Разговоры Были С ней Во Время Этого Ой Я Уже Вот Сама Себе Сказала Язык Держи Чтобы Не Дай Бог Там Про Сталин Что Небудь Сказать Нехорошее И Она Вот Говорила Она Была Участницей Войны И У них Был Девчачий Батальон Девчонки Одни Были Молодые И Она Говорит Вот Как Начиналась Бомбежка Это Говорит Так Страшно Это Так Страшно Мы Молили Бога Господи Помоги Ну Помоги Нам Выжить Чтобы Не Погибли Мы Тут И Вот Кто Меня Дьявол Дернул За Язык В Это Время Я Говорю Так Вы Же Коммунисты Вы Же Не Верующие Все Бога Я Говорю Так Вы Молились Сталину Чтоб Так Не Было Он Же У Вас Бог Обиделась На Меня За Такую Фразу Ну Когда Мы Маленькими Были Да Как То Искренне Все Верили Потому Что Галстуки Носили На Эти Ходили На Всякие Слеты Пионерские Ну Потом Быстро Протрезвели Пересмотрели Свои Взгляды Я же тоже Много Об этом Думала Почему Мой Самый Лучший В мире Папа Сидит В тюрьме Почему Я маме Такой Вопрос Задавала Как Вот На него Ответить Когда Там Лучшие Люди Сидели Весь Ум Ну Сейчас Я Понимаю Почему Так Было Так Террор Потому Что Голова Так Была Нашей Страны Я Просто Вот Выписка У меня Есть Библия Сказано Помните Узников Как Бы И Вы Были В Узах С Ними Библия Узо Это Что Это Решетка На Окнах На Окнах Папа Очень Часто Повторял Такую Фразу Я Сегодня Во сне Видел Свиярск Это Болезни И Представьте Себе Вот Это К сожалению Всегда Осуществлялось Когда он Говорил Такую Фразу Вот Свиярск Это Вот Видимо Затронуло У него Самые Больные Точки В Мозгу Ой Вы Знаете Мы Были В Одном Музее Этот Музей В Какой-то Школе Что-то Нас Далеко Везли 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 На Автобусе Я Даже Не Знаю Этого Района И Там Вот Такие Учителя Очень Активные Оказались Они С Ребятами Вот Эти Темы Все Как Бы Изучают И У Них Большая Комна Та Ну Типа Музея И Висит Огромная Карта Которую Ученики Сделали Ну Типа Контурной Карты Да Она Не Цветная И Вот Там Все Гулаги Которые Были У нас В стороне Нарисованы Как Колючая Проволока Если Вот Посмотреть Сразу Не Вникая В это Там Вообще Чистого места Не Осталось На Этой Карте Кругом Кругом Вот Эти Колючки Колючая Проволока Вся Наша Обмотана Вот Этой Колючей Проволокой Начиная Вот Запада И Кончая Востоком Я Когда Посмотрела На Эту Карту Дум Боже Мой Какой Ужас Не Страна Тюрьма Вся Страна Превратилась В тюрьму А как Вам Кажется Может Папа Это Озвучивал Вот Это Его Мечта Побороть Туберкулез Справиться Найти Вакцину От Этого Она Осуществилась Как Он Сам Оценивает Да Он Знаете Вот По этой Теме Работал По этой Теме Работал Вот Это Инфекционная Больница Деревянное Здание Ну Основное Каменное А тут Вот Палаты Были И Папа Тут Очень Долго Много Лет Работал И Вот Стояло Это Здание Стояло Стояло И Однажды Я Ехала Из Сада Это Уже Папа Не Было Он Умер В 55 Году Его Уже Не Было И Я Иду У У меня Цветов Огромный Такой Букет Цветов И Смотрю Там Скидывают Крышу Это Железо С крыши И Такой Грохот Стоит И Такая Пыль Летит Они Разрушают Вот Это Здание У Меня Сердце Ёкнуло Ой Думаю Боже Мой Часов Этого Здания Не Будет Я Захожу Через Главный Вход Поднимаюсь Наверх Выхожу На Второй Этаж К Папиному Кабинету Там Еще Ничего Не Разорено Просто Дверь Прикрыта Но Не Заперта На Ключ К Счастью Табличка Осталась Я Как-то Смахнула Со Стола С Письменного Вот Этот Мусор И Все Накидала Все Цветы Которые У меня Были Вот Получилось Так Что Я Вроде Как На Могилу Пришла Какие Истории Были Какие Люди Собирались Может Есть Какая Одна История Супер Важная Значимая Для Вас Которая За Этим Столом Происходила Нет Но Вы Правильно Попали Потому Что Мы Обедали Всегда В За Ним Сидела Вся Весь Цвет Медицины Города Казани Я Говорю Тут Такие Люди Сидели Где Б Они Еще Собирались Вот Так Все Вместе Ну Они Так Хорошо Общались Шутили Друг С Другом Опоминали Папу Тоже За Этим Столом А Опоминали Папу Тоже За Этим Конечно 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 Конечно